23 июня 1925 года в советской газете «Правда» появилась интересная публикация. Это было сообщение об аресте участников террористической организации «Консул». В нем говорилось следующее. 13 октября 1924 года в Москву прибыли из Германии граждане немецкого государства Карл Германович Киндерман и Теодор Эмилиевич Вольшт. Оба студенты Берлинского университета имени Фридриха Вильгельма. Двумя днями позже, к ним присоединился гражданин Эстонской республики, Максим Наполеонович Дитмарин, он же фон Дитмар. Студент того же университета. Все трое выдавали себя за членов Коммунистической партии Германии, прибывших в СССР как научные экскурсанты. На самом же деле, они имели задание террористической фашистской организации «Консул» по совершению террористических актов против руководителей СССР. Причем первым покушением был назначен террористический акт против Сталина. В октябре 1924 года трое немецких студентов решили посетить Советский Союз. Покидая Берлин, они и подумать не могли, что через пару недель окажутся в застенках ОГПУ на Лубянке. Замысел научной поездки по стране Советов принадлежал Карлу Киндерману, филологу, который только что выпустился из Берлинского университета. Позднее он так вспоминал об отъезде. 9 октября 1924 года на вокзале Фредрихштрассе собрались многочисленные студенты, которые хотели нас проводить и попрощаться. Перед общежитием мы выстроились в колонны и сомкнутыми рядами отправились на вокзал. Некоторые из наших друзей наигрывали на скрипке веселые песни. Другие аккомпанировали им на лютне. И все мы в приподнятом настроении подпевали. Через пару дней Карл Киндерман и его товарищи Теодор Вольшт и Макс фон Дитмар были уже в Москве. А через пару недель оказались на Лубянке. Их обвинили в организации покушения на Сталина, Троцкого и Дзержинского. У Иосифа Сталина, конечно же врагов было много. Но историки, сегодня сходятся в том, что Киндерман, Дитмар и Вольшт не в их числе. Студенты просто стали разменными монетами, в политических играх Германии и СССР. Они ехали в Советский Союз, рассчитывая на приятное приключение. Планировали посетить Москву, Ленинград, Владимир и Ярославль, Одессу. Затем Иркутск и Томск, Якутск и Читу, и даже Советскую Арктику. А завершить свое путешествие намеревались в Пекине. В дороге немцы собирались писать заметки для известной газеты «Берлинир Тагиблот», которая вместе с частными меценатами спонсировала их предприятие. Но как же так случилось, что обычные студенты-путешественники попали в руки ОГПУ? А к печальным последствиям привели несколько ошибок. Во-первых, планируя знакомство с Дикой Сибирью, Вольшт взял с собой револьверы-патроны, которые изъяли еще на границе. Далее, прибыв в Москву, путешественники привлекли к себе еще больше внимания. Несколько раз они ходили в немецкое посольство, где беседовали с сотрудником Густавом Хильгером, и просили у него помощи в организации путешествия. Затем, обратились к советским властям, с просьбой устроить им встречи с Луначарским, Крупской и Карлом Радеком. Все это, казалось подозрительным. И 26 октября, студенты были арестованы и доставлены на Лубянку. Как считают некоторые историки, скорее всего после посещения Лубянки, дело бы закончилось в худшем случае депортацией. Если бы не несколько обстоятельств. Во-первых, Киндерман и Дитмар, немного смухлевали. Воспользовавшись чьим-то дурным советом, когда они запрашивали визы у советского представительства в Германии, для верности, добыли себе членские билеты КПГ. Коммунистической партии Германии. При этом Киндерман, решил накинуть себе партийный стаж и вклеил марки 1924 года в билет в графы уплаты членских взносов с 1920. После запроса, КПГ подтвердило, что фактически, они не были активными коммунистами. Во-вторых, и это более важно, в этот момент в Лейпциге рассматривалось дело Скоблевского. Агента АГПУ, который в 1923 году пытался с другими агентами раздуть пожар немецкой революции. Его схватили. Скоблевского и его подельников ждал тяжкий приговор. И Москве нужны были заложники, чтобы обменять на своих. Советские следователи уцепились за поддельные портбилеты. Но на серьезное дело это не тянуло. Пришлось выдумать и начать шить гораздо более интересную фабулу. По версии следствия, студенты были фашистами, но работали сразу на всех. На берлинскую полицию, немецких социал-демократов и правых националистов-монархистов, и это при том, что Киндерман был евреем, и даже на русских белогвардейцев. Они якобы должны были собрать информацию о связях Коминтерна и КПГ, а также убить нескольких лидеров большевиков. В качестве доказательства, использовали попытку Вольшта ввести револьвер. А также, найденный в его вещах пирамидон. Который эксперты, признали цианистым калием. Кроме того к делу, подшили свидетельские показания некоего Баумана. Немца-провокатора, подсаженного в камеры к подсудимым. На суде он показал, будто арестованные, говорили о своих планах убить Сталина. Провокации, долгие ночные допросы и угрозы, сделали свое дело. Оказавшись без поддержки в тюрьме в чужой стране, молодые люди сами себя оговорили. Через три месяца, признательные показания дал Дитмар. Затем, не выдержал Киндерман. Вольшт держался до последнего. Не признавал вины, и абсурдных доводов следствия. Тем не менее, чекисты дошили дело, построив его на том, что удалось вымучить из обвиняемых. Дело так называемых диверсантов рассматривала военная коллегия Верховного суда СССР. Курировал его сам Феликс Дзержинский. Прокурором на процессе стал фактически главный прокурор, а формально его старший помощник Николай Крыленко. При открытии показательного процесса, участь подсудимых была решена заранее. Судебное заседание началось 24 июня 1925 года. Киндерман и Вольшт отчаянно защищались. Доказывали несостоятельность обвинений, заявляли, что изложенное следствие похоже на сочинение психически нездорового человека. Дитмар же свою вину признал. Видимо рассчитывая смягчить этим свою участь. Не помогло. Суд закончился смертным приговором для всех троих. Однако расстреливать студентов не стали. С одной стороны приговор вызвал сильный протест за рубежом, а с другой не для того их арестовывали. Замысел АГПУ сработал. Спустя три месяца в Лейпциге осужденные германским судом советские агенты были помилованы и отпущены в СССР. В обмен на это казнь студентов заменили десятилетним заключением, а затем амнистировали на фоне заключения германо-советского торгового договора. Вскоре, Вольшта и Киндермана отпустили. Пленники уехали домой, в Германию. Дитмар уже, который был гражданином Эстонии, пришлось хуже. За него некому было вступиться и не на кого было обменять. Скончался он при невыясненных обстоятельствах в тюрьме ОГПУ в том же 1926 году. Так закончилось путешествие немецких студентов по Советскому Союзу. Продолжение следует...